В будничное утро в отдыхающем от зрителей Большом зале Московской консерватории под присмотром портретов композиторов концертный симфонический оркестр Московской консерватории репетирует особенную программу. 3 июля в БЗК состоится вечер памяти Геннадия Рождественского. Задача сыграться в непростых симфониях 15-й Шостаковича и 2-й Прокофьева. Художественный руководитель оркестра Анатолий Левин слышит в сочинении Шостаковича «Прощание человека с миром». Там очень много, очень личного вложено автором. Тут и воспоминания детства, и реминесценции своих произведений, и произведений авторов многих. И тут и Вагнер, и Рассини. Это все не случайно, и все идет к финалу, который как бы олицетворяет собой вот этот уход в этот коридор. Так мне это представляется, когда душа человека уходит в иной мир. Мне кажется, что это сочинение, может быть, как никакое другое подходит. Азим Каримов стал последним выпускником Рождественского. В этом концерте Азим продирижирует 2-й симфонии Прокофьева, партитуру которой учил под руководством Геннадия Николаевича. Быть, во-первых, наверное, зараженным каким-то вирусом, быть его учеником. Нас не так много, и это очень специфическое и школа, и очень особый подход к занятиям. Я думаю, что это в хорошем смысле болезнь быть учеником Геннадия Николаевича. Я невероятно счастлив, что я среди них. В шортах и платьях, разогревая руки, молодые музыканты входят в темп и ритм 15-й симфонии Шостаковича. Дирижер останавливает оркестр. Дмитрий Дмитриевич писал симфонию через боль. Не слушались руки. Палочка вновь в руках дирижера. Сложный фрагмент играют заново. Надо выложиться максимально. Для оркестра это важный концерт. Поклон маэстро и создателю коллектива Геннадию Рождественскому. Редактор субтитров А.Семкин